Друзья, вот тоже хочу по поводу переживаний, что вот, допустим, у меня уже много лет, а семьи нет, мужа нет, детей нет, и что вот семья раскрывает женщину, а это пока не реализовано, приходит чувство неполноценности. Знаете, я работаю с очень и очень большим количеством женщин, то есть за 10 лет работы последней это были тысяча женщин, и они делятся ровно на два лагеря, примерно в одинаковой пропорции. Половина страдает, потому что у них нет отношений, вторая половина страдает, потому что они в отношениях. И это очень большая ловушка ума — думать, что я страдаю, потому что у меня нет отношений, нет семьи, нет детей. Я знаю, как трудно не попасться в эту ловушку, если у нас не было такого опыта, если у нас вот прожита уже какая-то часть жизни, а такого опыта не было ни разу. Но просто я вам хочу сказать, что и мой личный опыт, то есть с чего начался мой духовный рост, с того, что я встретила мужчину своей мечты, он был абсолютно по всем пунктам. Я написала список на четырех страницах А4, и он по всем пунктам совпадал с тем, что я написала. И через год я была в абсолютном страдании еще больше, чем до того, как я его встретила. И в этот момент я впервые в жизни подумала, что нет, наверное, дело все-таки не в мужчине, потому что до этого я все время... Нет, просто это мужчина не тот, сейчас я найду того, и у меня тогда вот с правильным мужчиной у меня не будет этих страданий. И вот когда я встретила правильного мужчину, а страдания стали еще больше, я впервые стала готова посмотреть внутрь себя. И я подумала, что нет, наверное, все-таки что-то у меня внутри так устроено, что я страдаю. И я стала искать эту причину. И я нашла, и я там очень сильно продвинулась, и я счастлива. Но я счастлива не потому, что рядом со мной мужчина, а потому что я нашла источник этих страданий внутри себя и постепенно-постепенно устранила то, что эти страдания представляют. Но полностью стать свободной от страданий можно только когда достигаешь просветления, поэтому все-таки в каком-то объеме страданий у меня есть в жизни. Но их стало намного меньше. Но давайте вот просто я поделюсь опытом. Тысячи женщин, половина страдает, потому что у них нет отношений, другая половина страдает, потому что у них есть отношения. И опять же, те, кто в отношениях и не страдает, вероятно, они тоже прошли вот этот путь внутренний. И опасность заключается в том, что у нас есть убеждение, что всё-таки причина моих страданий — это потому, что у меня нет семьи, нет отношений, и вот только вместе с семьёй я могу раскрыть там что-то. Это неправда. Это ваш ум вас обманывает. Отношения они помножат, возведут в квадрат то, с чем вы в эти отношения вступаете. Если это чувство одиночества, то будет через некоторое время чувство одиночества, помноженное на квадрат. Если это чувство небезопасности, это будет чувство небезопасности, помноженное в квадрате и так далее. То есть отношения — это катализатор, и он катализирует то, с чем мы в эти отношения вступаем. И вот я на своём опыте это прекрасно увидела, какой бы ни был замечательный партнёр. И нам нужно прийти к счастью самим по себе. Это очень важно. Только когда я научилась быть счастливой сама по себе, я могу встретить зрелого партнёра. Да, я встретила партнёра до того, как я научилась быть счастливой сама по себе. И мы, честно говоря, 15 лет друг об друга духовно росли с большим трудом. И мы, слава богу, выросли, мы остались вместе. То есть мы встретились, вероятно, уже имея потенциал прийти к вот этой зрелости, оставшись вместе. Но была вероятность того, что я бы выросла и осознала, что я не того партнёра выбрала. Например, такое бывает тоже. И поэтому лучше не ждать, а реально пойти и начать разбираться, где источник страдания. Почему я не до конца счастлива? Это заблуждение, это уловка ума. Говорить вам, нет, источник моего страдания в том, что нет мужчины, нет семьи, нет детей. Это не так. И если вы станете счастливы, то тогда, если есть такая судьба, есть такая карма, есть такое предназначение у души, иметь вот этот опыт с семьёй, будет семья. Если нет, вы не будете страдать, вы всё равно будете счастливы. Вот в курсах я объясняю, что у нас есть потребности. Иногда мы путаем. Мы считаем, что определённые потребности, например, потребность близости, она может быть удовлетворена только в семье, только когда у тебя есть отношения, дети. На самом деле потребность близости удовлетворяется, когда открывается наше сердце, исцеляются наши травмы. И тогда в нашей жизни становится очень много близости. А пока это не пройдено, у нас может быть семья, и в ней не будет никакой близости. Полно таких семей вокруг. Люди ходят, как собаки, цепляются друг к другу. Никакой близости, наоборот. То есть потребности, они у нас есть. И потребность близости у женщины одна из ведущих. Женщине очень важна близость в жизни, чувствовать близость. Но близость, она удовлетворяется этой потребности не потому, что у нас появилась семья, партнёр, дети, а потому что открылось наше сердце. И тогда у нас близости много, куда бы мы ни пошли. Вот куда бы мы ни пошли, везде близости столько, сколько нам нужно. Иногда даже больше, иногда даже уже надо сказать так, горшочек не вари, и где-то создать себе личное пространство и сказать так, мне нужно какое-то время без близости побыть. Потому что столько идёт близости в вашу жизнь, что где-то уже баланс должен быть. Но только вы тогда выбираете, когда горшочек выключить, когда включить, когда сердце открыто, вы определяете, сколько вы хотите, чтобы было близости в вашей жизни. Так что, пожалуйста, не позволяйте вашему уму заводить вас в эту ловушку. Давайте искать источник счастья внутри, давайте искать его вместе, давайте становиться счастливыми женщинами, независимо от того, есть рядом партнёр или нет. Ещё такой вопрос. По моим наблюдениям, женские практики дают замужние женщины, в них энергия естественным образом течёт, без мужчины энергия блокируется. Умом сложно её сдвинуть с мёртвой точки даже при помощи техник. Нет, я не согласна с этим. Женская энергия, она существует независимо от того, есть рядом с вами мужчина или нет. Я в этом абсолютно уверена, потому что я уже эти процессы чувствую физически на уровне тела. То есть я чувствую все энергии, я чувствую, как они текут, я чувствую, от чего они текут, от чего они перестают течь. И с мужчиной женская энергия не связана. То есть вам не нужно иметь партнёра для того, чтобы раскрывать свою женственность и для того, чтобы раскрывать свою женскую энергию. Это просто ваша природа. Это как, ну вот у вас есть тело, и вам не нужен муж для того, чтобы заниматься вашим телом. Да, вы можете прекрасно без мужа исследовать правильное питание, занятия физическими нагрузками, которые подходят именно вашему телу. И приводить ваше физическое тело в оптимальное состояние. Точно так же с энергетическим телом. Оно не сильно отличается от физического, просто практики другие, знания другие. И если на уровне физического тела это питание, упражнения, движения, вот такие вещи, уход за телом, забота о здоровье, то что касается тонкого тела или энергии, энергетического строения женского, то это немножко более тонкие практики, но всё равно это какие-то физические практики. Это работа с сердцем, потому что, как я рассказывала на эфире, очень важно, чтобы у нас исцелялись травмы, которые блокируют наше сердце. Потому что если сердце закрыто, то даже при раскрытии энергии нижнего центра, увеличении там энергии, мы не придём в гармонию, у нас, наоборот, будет дисбаланс. И эта энергия, повышенная на второй чакре, если она не поднимается в четвёртую, может приводить к истерикам, к слишком большой привязанности к разного рода желаниям. То есть представьте, что энергия остаётся на уровне нижних чакр. Нижние чакры, они больше всего связаны с животной природой. И на уровне этих чакр у нас работают инстинкты и животные желания. И, соответственно, когда энергия раскрывается, остаётся там и не двигается дальше вверх, у нас начинают всё больше и больше увеличиваться животные желания и инстинкты в жизни. То есть это очень важно, чтобы энергия поднималась вверх. А верхние центры, они уже отвечают за более тонкие удовольствия, более тонкие благородные желания, устремления. То есть на уровне сердца это любовь, это понимание жизни очень глубокое, чувствование жизни очень глубокое, способность эту жизнь создавать и поддерживать. Не в плане рождения детей, а в более широком смысле. И верхние, уж совсем верхние чакры — это духовность, это чистое сознание, и это очень приятные состояния. То есть когда энергия доходит до верхних центров, мы, может быть, это для кого-то покажется не совсем позитивным, но фактически блаженными становимся. То есть блаженный — это тот, кто в блаженстве пребывает постоянно. Я не такая женщина, точно не блаженная, не пребываю постоянно в блаженстве, я совершенно обычный человек. Но, конечно, за последние 15 лет произошла очень большая трансформация, я её очень сильно чувствую. И важна именно гармония вот этих трёх центров. То есть всё важно. И нижний центр важен, и сердце важно, и сознание важно. Не должно быть перевеса. Если для нас важно именно пройти женский путь, потому что если мы хотим сразу к просветлению, то есть неважно, там, женский, неженский путь, мы хотим к просветлению, то можно не заморачиваться нижними центрами. Сердце в любом случае нужно открывать, потому что без этого к просветлению мы тоже никак не придём. Но, допустим, второй чакрой, нижним центром можно не заниматься так уж активно, хотя когда он открыт, у нас просто поступает и не утекает энергия, гораздо больше этой энергии поступает в энергосистему, соответственно, она питает и верхние центры тоже. То есть тут для духовного роста это тоже имеет ценность. Но, в принципе, можно миновать. Но если мы хотим прожить именно женский путь, вот у нашей Души есть такое стремление в этой жизни прожить женскую судьбу, раскрыть женскую природу, стать вот этой женщиной божественной. И неважно, есть рядом мужчина или нет. Можно быть божественной женщиной, не имея рядом мужчины. И, кстати, есть даже учителя достаточно известные, женщины, которые очень даже раскрыты с точки зрения энергии и практики дают всякие. И они не замужние, более того, сделали осознанный выбор не быть в отношениях. Ну, это не мой путь, но я знаю, что такие примеры есть. Так что не нужно быть в отношениях для того, чтобы раскрывать свою женственность. Энергии текут независимо. То есть энергетическое тело и физическое тело в этом смысле не очень отличаются. Мы можем как физическое тело развивать и содержать в гармонии, так и энергетическое тело. И женские энергии в этом энергетическом теле прекрасно будут раскрываться, независимо от того, есть ли рядом партнёр. И когда мы в гармонии, то вероятность того, что рядом будет гармоничный партнёр, повышается, если у нас есть такое намерение. Но в принципе, ещё раз хочу сказать, что когда вот эти три центра приходят в баланс, женщина счастлива, независимо от того, что происходит вокруг неё. То есть есть партнёр хорошо, нет партнёра тоже ей всё равно хорошо. Поэтому я за то, чтобы раскрывать женскую природу, а там посмотрим, как пойдёт. По моему опыту, самая главная причина, почему сложно встретить партнёра, это то, что место партнёра энергетически занято. И это вопрос личных границ. Мы это глубоко проходим в управлении состояниями. Это очень важная тема. Энергетика в паре, как вообще энергетически устроено партнёрство между мужчиной и женщиной, как участвуют в этом процессе родители, почему невыстроенные границы с родителями потом приводят к тому, что на месте партнёра оказывается кто-то ещё. Это могут быть очень разные варианты, кто там может быть на месте партнёра. Но как бы то ни было, если оно занято кем-то или чем-то энергетически, то всё, партнёр не может прийти, либо приходит слабый партнёр, если место занято частично. Это вопрос энергетики, это вопрос личных границ в конечном итоге. То есть, вернее как, это вопрос энергетики, но лечится он выстраиванием личных границ. Но личные границы — это следующая тема после исцеления сердца, потому что если не провести вот эту работу сначала по работе с сердцем, границы не получится выстраивать. То есть просто не будет опоры внутри для этого достаточной. Человек не сможет пойти на то, чтобы столкнуться с какой-то критикой, осуждением, отверженностью, недовольством окружающих. А это возможно, когда мы начинаем выстраивать границы. Поэтому если долго нет партнёра, причина в большинстве случаев в этом. Что касается обид, опять же, курс «Любовь к себе» очень хорош для того, чтобы обиды прорабатывать. Мета — хорошая практика, но я всё время говорю, что, на мой взгляд, самого быстрого прогресса мы достигаем, когда соединяем духовную практику с исцелением. То есть это две стороны очень важные для прогресса. И одно без другого не даст такого быстрого эффекта, как вместе. И, девочки, тоже такая важная тема, что когда у нас появляются какие-то новые знания, особенно о том, чего мы достойны, о том, что вообще мы можем рассчитывать на очень бережное, трепетное отношение по отношению к нам и нашего партнёра, и других людей и так далее, в первый момент может возникнуть много обид, много боли в сердце, что «как же со мной обращались, я это позволяла». С одной стороны, очень важно дать себе прожить эту боль, прям поплакать можно, но постараться не превращать её в гнев, а именно прожить как боль. Это, кстати, очень важный навык, который женщине стоит развивать, особенно если мы хотим, чтобы наше сердце оставалось открытым. Это я не к тому, что мы не имеем права злиться, я тоже злюсь, и гнев — часть жизни, к сожалению, до сих пор, ну, просто всё в меньших объёмах. Но очень часто гневом мы замечаем боль. То есть сначала у нас возникает боль, но поскольку боль мы боимся проживать или не умеем, мы сразу замещаем её гневом, мы начинаем злиться, потому что злиться более безопасно для нашего сердца, мы так считаем. Но когда мы закрываем сердце от боли, боль никуда не девается, она накапливается. И на самом деле вот эта накапливаемая боль, она к чему приводит? Мы начинаем всё больше и больше злиться, то есть всё больше триггеров нас цепляют, и мы всё излимся, 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 излимся. Боль при этом никуда не девается, она только накапливается, но ещё добавляется гнев. И мы переходим в такую всё время оборону или борьбу, или сопротивление. Нам всё время кажется, что мир враждебный, мир недружелюбный. Нам всё больше и больше приходится сражаться с этим миром. И плюс к этому, когда мы закрываем сердце от боли, оно закрывается и от высоковибрационных состояний, от радости, от благодарности, от нежности и так далее. От тишины внутренней, умиротворения. И очень важно женщине научиться не бежать от боли, научиться проживать боль. Привет, боль! То есть сесть и повернуться к ней лицом и проплакать её, не заменять её гневом, проплакать эту боль. И вы увидите, какие удивительные результаты это может дать. Я не предлагаю зависать в боли всё равно. То есть в мире очень много чистого, светлого. И когда мы направляем свой ум в эти сферы, когда мы начинаем исследовать, какие же есть высоковибрационные состояния, как можно туда попадать, как-то всё то, что раньше причиняло так много страданий, оно теряет такую важность. Мы меньше намного придаём этому значение. Но всё-таки в моменте, если возникают такие чувства, позвольте себе их прожить. И пусть этот гнев поможет вам не позволять больше другим людям поступать так по отношению к вам. Но не переносите гнев на этих людей. Направьте этот гнев на свою, допустим, неспособность устанавливать личные границы и говорить о том, что «Нет, ты знаешь, мне всё-таки это не подходит». Спокойно говорить, с достоинством. С достоинством. Очень важно с достоинством устанавливать границы, не терять этого достоинства. Это очень сложно, может быть, невозможно вначале. То есть вначале нужно научиться их устанавливать хоть как-нибудь. Но для того, чтобы мы могли устанавливать границы, опять же, очень важно, чтобы у нас уже достаточно прошёл процесс исцеления. Потому что если у нас не исцелено, если у нас травмированное ядро внутри нас, у нас нет опора, нам не на что опереться для того, чтобы установить границы. Хороший вопрос, что действительно встретить своего партнёра можно только познав и раскрыв свою настоящую природу, и что вокруг есть много призывов раскрывать сексуальность. И, возможно, для вас это ломать себя, становиться какой-то, вести себя как-то, как диктует некая среда. Но ведь все разные. Кому-то хорошо в библиотеке, кому-то на барной стойке. Это и есть природа. В некотором смысле да, в некотором смысле скажу, какие нюансы. То есть никогда не нужно себя ломать и становиться женщиной, которой ты в глубине души себя не чувствуешь. И я честно могу сказать, что у меня сексуальность была очень сильно подавлена. Даже когда мы встретились с Олегом, потому что я пережила насилие, и оно на меня очень сильно повлияло. То есть я очень... В 17 лет я очень закрыла этот центр, и мне было очень сложно и болезненно туда вообще идти. И тем не менее я встретила мужчину своей мечты. И дальше мне просто стало в какой-то момент интересно исцелять именно женственность. И по мере исцеления женственности, пройдя вот такой свой путь исцеления от насилия, я понимаю, что мне, например, не заходили все курсы про сексуальность, потому что там как бы не читался вот так вот явно этот этап исцеления. То есть там сразу предлагалось что-то как-то расширять, вот эту сексуальную энергию, идти в это. А когда у вас там травма, и травма, которая очень глубоко вас задела, это насиловать себя, действовать таким образом. И я прошла, я там сделала много подходов к снаряду, и я ходила к разным женщинам, учителям в этой сфере. И в основном это женщины, у которых изначально этот центр очень здоровый, у них там не было таких травм, либо, ну, как-то они очень не так, как я, это на них повлияло, не так, как на меня. И поэтому для них, может быть, даже непонятно, что есть такая проблема. Но общаясь с другими женщинами, я поэтому долгое время вообще не хотела делать на эту тему курсы, потому что мне казалось, ну, сейчас у меня как бы решен вопрос, для меня все абсолютно устраивает, но изначально это не было какой-то моей силой большой. Вот. Но сейчас, разговаривая с женщинами или проводя ретриты по исцелению женственности, я получаю очень много обратной связи, что именно то, как ты про это рассказываешь, именно то, как ты в это ведёшь, позволяет мне туда идти. Потому что так же, как и у меня, возникал какой-то протест, потому что там было много боли. И сначала нужно было увидеть эту боль, дать ей место, исцелить определёнными подходами, определёнными, ну, техниками, практиками, медитациями. И всё это происходит через сердце, то есть уже в сердце должен быть ресурс, должен быть потенциал для того, чтобы вы сами себя могли исцелять дальше, другие центры. И вот тогда мы как бы… Я была такая, какая я есть, и тем не менее сексуальность не была. Я не могу сказать, что я была несексуальной, наверное, была сексуальной, но это не было раскрыто, то есть это было где-то в глубине. И я точно так же не представляла себя какой-то, ну, там, не знаю, женщиной вам проскрепощённой, ну, то есть точно не моя история. То есть это какая-то очень тонкая сексуальность, очень осторожная, да, и в этом есть своя красота. Но постепенно, то есть ты можешь дальше, если у тебя есть там какие-то травмы, не обязательно, что это должна быть травма насилия, это могут быть… Вообще насилие, оно не только сексуальное оставляет след на втором центре. Любое насилие, с которым мы сталкивались, то есть даже если в детстве, там, ну, например, родитель проявлял какое-то насилие или игнорировал, и опять же не обязательно, что это там физическое насилие, это могло быть эмоциональное, или просто игнорирование потребностей и так далее. Это всё оставляет след, может оставить. Вот, поэтому, да, не нужно себя точно ломать, то есть если что-то вот у тебя сердце говорит, ну, вот мне этот путь не откликается, мне этот путь не близок, не иди туда, ищи другой путь. Но с другой стороны, сексуальность действительно может быть раскрыта даже после каких-то серьёзных травм. И это не сама цель, но когда ты начинаешь исцелять женственность, это просто происходит естественным образом, и это много даёт побочных эффектов и результатов. И твоя природа, она не меняется от этого, но она обогащается. Вот этот дополнительный ресурс, который приходит, он очень обогащает твою природу. Поэтому ломать не надо, ищи тот путь, который тебе прям на 100% откликнется, иди туда. Но сексуальность раскрыть тоже классно, просто может быть тебе нужен другой подход, чтобы в это пойти. Вот мы начинаем меняться, а близкие сопротивляются переменам. Что делать? Во-первых, сразу, прямо сразу скажите себе, что это совершенно нормально, и не ожидайте от партнёра и вообще от близких, что они как-то сразу откликнутся на ваши перемены. И вообще очень важно помнить, что мы совершаем эти перемены для себя. Я это делаю для себя. Потому что если намерение, что вот я вот сейчас изменюсь, и другой человек изменится, то оно обязательно разобьётся о разочарование, то есть мы разочаруемся. Потому что намерение изначально было неверное. Верное намерение — это когда я начинаю прозревать и понимать, что источник моего страдания не в другом человеке, он во мне. И мы заражаемся идеей или вдохновляемся идеей понять этот источник страдания внутри себя, исцелить его и стать счастливыми. И тогда меняются люди рядом, не меняются. Для нас это не так важно. И, как правило, они меняются. Но в любом случае, даже если они меняются, это происходит не сразу. И первое время, наоборот, у людей может быть сопротивление, потому что если мы эти перемены как-то… Ну, они выглядят слишком резкими для близких, то у них возникает настороженность по этому поводу. и они могут там или показательно игнорировать этот процесс и так далее. Здесь также есть ещё очень много нюансов. То есть почему я предлагаю идти дальше в курсы? Потому что очень-очень много знаний и нюансов, которых нужно знать. Ну, в частности, что женщине очень важно прямо говорить о том, что ей нужно, о том, что ей хочется, о том, что для неё важно. Вот ненасильственные коммуникации — это часть курса управления состояниями. Это очень важное знание. Как, во-первых, сначала понять свои потребности, а потом донести их до партнёра таким образом, чтобы у него было желание дать нам то, в чём мы нуждаемся. Но в первую очередь, и в курсе я тоже об этом говорю, в первую очередь мы должны начать давать это сами. То есть если нам не хватает внимания, одобрения, признания от партнёра, очень важно начать самой себе давать понимание, принятие, признание. То есть почему я говорю, что сначала «Любовь к себе» курс? Потому что там мы очень глубоко соединяемся со своим внутренним ребёнком, учимся заботиться о ней, об этой девочке. Берём её на ручки, ведём её за ручку, обнимаем её, поддерживаем на всех этапах, даём ей признание, даём ей одобрение, даём ей понимание, слушаем её и так далее. И только когда мы научаемся это делать по отношению к своему внутреннему ребёнку, ну, а это значит и к самим себе, тогда и другие люди начинают тоже проявлять такое же отношение. Но если мы сами себя не слушаем, то и другие нас не слушают. Если сами себя не ценим, и другие не будут ценить. Если сами себя не понимаем, и другие не поймут. Понимаете? То есть не нужно сейчас, во-первых, ожидать каких-то быстрых перемен в окружающих. Это всегда происходит с задержкой. Задержка может быть в несколько месяцев. То есть делайте обязательно для себя. Прямо изначально сформируйте намерение. Я это делаю для себя. Если не получается отпустить ожидания, ну, тогда хотя бы с пониманием относитесь к этому процессу. Да, видимо, у меня были ожидания. Видимо, я не смогла их отпустить. Ну, не смогла и не смогла. Но сейчас я страдаю не потому, что муж не оценил, а потому что у меня были ожидания, что он оценит. Я не смогла их отпустить, поэтому сейчас я страдаю. То есть вот хотя бы так. А в целом, в идеале, делать исключительно для себя. Но это тоже придёт со временем. То есть вот тот же курс «Любовь к себе», он постепенно даёт очень большое вдохновение любить себя. Не ждать, что меня кто-то полюбит, а любить себя. Вам понравится. Вы такие, боже мой, столько лет, я не знала, а теперь я знаю, что я могу сама себя любить. Это так классно. И у вас уйдут ожидания. А люди, наоборот, начнут давать даже больше, чем вы такие, не ожидаете уже ничего. Они такие и любят вас, и любят. Так классно. Друзья, по поводу второй чакры у мужчин. В паре, в идеале, как раз-таки мужчина и женщина обмениваются энергией, дополняя ведущие чакры друг друга. То есть мужчина — это первая чакра, он из первой отдаёт, из первой принимает от земли, передаёт женщине, женщина как бы принимает во вторую. Из второй она поднимает, отдаёт из четвёртой. Из четвёртой в шестую поднимается энергия. А у мужчины ведущий — первая, то есть это безопасность — третья, это реализация в социуме — пятое, это самовыражение, опять же, что необходимо для реализации в социуме. И седьмая — это духовность. Но, безусловно, как бы у каждого человека чакры все присутствуют, и проблемы по каждой чакре, они отражаются, ну, плюс-минус одинаково, независимо от того, ты мужчина или женщина. И по вашему вопросу, ну, вообще по описанной ситуации, здесь, конечно, тоже нужно осознавать, что женское влияние на мужчину не безгранично. То есть каждый сам принимает решение, куда он движется, как он движется. И в отношениях, наверное, стоит оставаться до тех пор, пока это приносит благо, то есть пока это способствует росту, развитию обоих людей в паре, ну, или хотя бы одного… способствует развитию одного, а второму не мешает. Хотя бы так, да, то есть чтобы был плюс, а не минус. И если этого не происходит, если отношения перестают способствовать росту, наоборот способствует деградация, то, что вы описали, что вот воспаления начинались и так далее, это значит, что это негативно влияло уже, отношения на вас негативно влияли. Здесь, ну, как бы нужно думать не о мужчине, а о себе, действительно завершать такие отношения. Дальше он уже пусть сам решает свои вопросы. Мужчине для этого нужно обладать определенной зрелостью и уровнем осознанности, для того, чтобы он захотел, для того, чтобы он понял, почему надо решать эти вопросы. И как раз таки зрелый, осознанный мужчина, он не говорит так, что вот мужчина всегда прав, и женщина должна всегда делать так, как я сказала. Да, паре, ну, как бы здорово жить таким образом, чтобы мужчина брал на себя большую ответственность. И там, где ответственность, там, соответственно, преимущественное право принятие решений. Но это не значит, что кто-то главный, кто-то подавлен. Это не значит, что мужчина игнорирует чувства, желания, потребности женщины. То есть это тогда уже деспотизм и тирания, а не лидерство, настоящее, осознанное, зрелое. Вот, поэтому надо отличать одно от другого. Вот, и да, так бывает, что женщина начинает развиваться, и дальше там с этим мужчиной она двигаться не может, потому что женщины более тонко чувствуют процессы, которые происходят во Вселенной, и сейчас в нашем мире идёт восхождение, и женщины первые это чувствуют. Поэтому 80% аудитории йога, медитации, духовный рост — это женщины, потому что они раньше чувствуют, они более гибкие, они более открытые к этим вибрациям новым, которые приходят. А мужчины, им сложнее. Женщина может способствовать тому, чтобы мужчина тоже начал этому открываться и в это двигаться, но она не несёт ответственности. То есть есть шанс у мужчины рядом с такой женщиной пойти дальше, но есть шанс, что он просто не собирался туда идти в этой жизни, не было у него такой цели, он пока ещё там больше в тамосе находится, чем в сатве. Про это в подписке я много рассказываю, про гудной материальной природы. И тогда лучшее решение — это расстаться и не беспокоиться о том, как там мужчина будет свой центр, второй очищать. Но здесь мужчина должен покорить свой гнев, скажем так. Не подавить, а покорить. Разные вещи. То есть вот когда он перейдёт от агрессии, насилия к осознанному лидерству и поймёт, в чём разница, тогда гнев перестанет возникать, перестанет его так сильно тревожить, перестанет накапливаться, вторая чакра будет исцеляться. Но для этого должно быть сознание уже очень прогрессивное, чтобы мужчина захотел туда идти. Если он не хочет, силой вы его туда никак не приведёте. Дорогие девочки, хороший тоже вопрос. Вот если я буду раскрывать свою женственность, станет ли муж рядом со мной более янским? Ох, вы знаете, я вот стремлюсь не давать таких обещаний, потому что, честно говоря, я считаю, что задача не в этом, что каждая пара может быть счастлива, глубоко счастлива, при том, что распределение энергии не совсем классическое будет в этой паре. То есть, допустим, женщина может быть там, у неё может быть больше процентов мужских энергий, а у мужчины больше процентов женских. И они при этом могут очень гармонично друг друга дополнять. И есть просто вероятность того, что раскрыв свою природу, выстроив вот эти три центра так, как они у вас есть, вы придёте к гармонии в паре. Станет ли при этом муж более янским? Я не знаю. То есть я бы не давала таких гарантий, даже, может быть, не стремилась бы к этому, потому что это опять какая-то фиксация на том, как должно быть. А у всех очень по-разному. Мы все очень разные, пары все очень разные. И это не правда, что все счастливые пары счастливы одинаково. Каждая счастливая пара счастлива по-своему. И ваша пара может быть счастлива вообще своим уникальным образом. Другое дело, что есть какие-то вещи, которые вас беспокоят. То есть вы бы хотели меньше брать ответственности. Или вы бы хотели быть более вот такой вот. И по моему личному опыту, опыту работы с людьми, трудность здесь заключается не в том, что мужчина не готов что-то взять, а в том, что для женщины то, как она живет, является очень мощной стратегией выживания. И отпустить эту стратегию ей очень-очень трудно. И здесь опять же вопрос может быть даже не столько про женственность, сколько про исцеление сердца, исцеление сознания, но про женственность тоже, потому что даже элементарное увеличение энергии в нижнем центре, оно все-таки дает перемены. То есть женщине начинает хотеться более женского. Я просто с огромной теплотой вспоминаю наш последний день женского ретрита, последнего, на котором были в том числе очень такие женщины, все в бизнесе, все такие ответственные. И вот после последней практики мы подходим к организатору, и женщины стоят такие и не могут вспомнить вообще ни одного слова. То есть просто элементарное нахождение в женском пространстве увеличение вот этой энергии женской, оно приводит к тому, что женщина таки расслабляется настолько, что она уже перестает все контролировать. и именно страх потерять контроль, он часто приводит к тому, что женщина за все несет ответственность. И это то, над чем нам нужно работать отдельно от мужчины. То есть это не он виноват, это у меня так устроено. И если я начну меняться, у нас, вероятно, изменится пропорция. Но я, например, изначально пошла по неправильному пути в наших отношениях с Олегом. Я пыталась вообще-вообще все вопросы ему отдать, вообще-то ничего не решать, ни за что не нести ответственности. И это вот как раз у меня был период, когда я пыталась быть такой ведической женой. И я поняла, что, честно говоря, это не я. Ну то есть я другая. Во мне тоже очень много огня, во мне много драйва, мне интересно делать какие-то проекты, мне интересно. Это мне по кайфу. То есть мне это доставляет удовольствие, достигать успеха, делать какие-то... То есть у меня еще, наверное, пока тоже много раджеса, вот этого огня. И он постепенно, конечно, переходит в садву, но очень постепенно. И я поняла, что мне это интересно, и я перестала там вот так вот ставить вопрос, что я вообще ни за что не должна нести ответственности. Я просто поняла, что мне вот это интересно, вот это интересно, вот это интересно. Я это буду делать, потому что мне это интересно. В том числе делать бизнес, деньги зарабатывать. Мне это все интересно. Вот. А он, он как бы пусть занимается своей жизнью и решает, что ему интересно. И дальше у нас вот всё больше и больше мы как-то соединяемся. Вот. Сейчас у нас тоже интересный период, потому что мы вот уже какое-то время делаем вместе проект, но мне сейчас кажется, что Олег, он выйдет на какое-то своё поле в этом проекте, которое раньше он не видел. То есть раньше он исключительно брал на себя там организационные, административные вопросы, организовать ретрит, решить там вопросы с производством чего-нибудь, заказом чего-нибудь, ну и так далее, там оформление бизнеса и так далее. Вот. А сейчас, возможно, он возьмёт на себя такую очень творческую часть. Возможно, я не знаю, да, ну то есть я об этом сильно не беспокоюсь, я просто смотрю, что вроде как это идёт в этом направлении. И тоже у него вот эта творческая часть, она непонятна, она мужская или женская, я не знаю, да, но это отражает его природу. У него, например, Венера очень сильная. У меня Солнце сильное, а у него Венера. Вот так получается, так бывает, понимаете? Поэтому главное смотреть, какие у меня есть ограничения и какой бы женщиной я хотела быть. И может быть меньше беспокоиться и думать о том, как там должен жить мужчина или каким он должен быть янским или не янским. Конечно, если есть какие-то вопросы, которые хотелось бы обсудить, надо их обсуждать. Но если вы их обсуждаете и они никуда не двигаются, лучше сфокусироваться на себе и на том, чтобы двигаться вот к той женщине, которой вы хотите быть. По крайней мере, мне это всегда давало больше счастья. То есть каждый раз, когда я фиксировалась на том, каким должен быть Олег, это приносило одни сплошные страдания. Каждый раз, когда я фокусировалась на том, окей, кем я хочу быть, я отпускала все объяснения, отмазки, почему я не могу быть такой. Вот из-за того, что ты не то, я не это. Это все очень удобное объяснение, почему я не хотела двигаться в какой-то рост. Когда, как только я принимала решение начать туда двигаться, менялась сама внутренняя, что-то менялось и в отношениях. То есть как будто женщина, решая какие-то свои внутренние вопросы, она открывает новые двери, мужчина может в эти двери войти. Но я говорю, я бы не говорила о том, что это непременно приведет к тому, что мужчина станет более янским. Я считаю, что это может привести к тому, что станет больше гармонии в паре. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok